привет друзья с вами так мир и сегодня мы с вами смотрим на прекрасные часы casio океанус манта модель ocw с 3001 hgf знаете это одни из тех часов которые я себе не куплю но очень хотел бы иметь себе такие часы поскольку они мне безумно нравятся но к сожалению к моему стилю эти часы совершенно не подходит хотя на вид они очень прекрасные просто восхитительный на самом деле я считаю эту модель одну из самых интересных вообще из-за того что сделала casio океанус за все время создания своих наручных часов модель выполнена из титана защищает часы от царапин по сути это не дюротек потому что у casio как такового дюротек нет у них есть покрытие карбидом титана что в общем то одно и то же и также защищает часы от царапин помимо титанового корпуса сапфировое стекло высокой прозрачности действительно стекла практически не видно и сапфировое стекло я думаю вы видите она выпукла и добавляет кстати часам 2 миллиметра толщины застежка также выполнена в классическом такому тонченым минимальным стиле здесь нет никакой системы быстрого удлинения да нету мало ли может быть строили нет действительно нет титановая застежка крышка задняя глухая со служебной информацией и вы знаете даже крышка здесь красивая впрочем как и на всех океанусах обратите внимание что заводная головка выполнена в таком восьмиугольном стиле и по такому же принципу выполнен безель он также многогранный и очень красивый вы знаете на бумаге часы выглядят не маленькими диаметр стекла составляет 36 миллиметров диаметр безеля составляет 40 миллиметров со всеми выступами 49 миллиметров высота 48 миллиметров и толщина 10 миллиметров плюс если мы берем полностью по стеклу это 12 миллиметров то есть толщина корпуса без стекла это 10 миллиметров но при всем при этом часы очень хорошо сидят на руке 17 сантиметров такой как моя и при этом они не затеряются на более крупной руке от 18 и более сантиметров как вы видите корпус практически весь матовый очень мало глянцевых поверхностей в основном это торцы и небольшие такие вставки на корпусе и в том числе одна центральная вставка на браслете браслет очень красивый состоит из нескольких кусочков звеньев очень сложный и очень дорогой отдельно браслет на эту модель стоит порядка 20000 рублей калибра на часах 53 47 это солнечное питание мировое время дата день недели конечно же вечный календарь указатель хронографа здесь есть указатель мирового времени на 6 часах радиосинхронизация а также секундомер долго на работе механизма останавливаться не будем он идентичен тем что ставит сейчас модели ocwt 2600 обзор уже был подробный посмотрите там я обо всем этом говорю единственное отмечу что перевести время очень просто необходимо выдвинуть заводную головку на два щелчка если вы выдвинете на один щелчок то вы переведете только мировое время то есть циферблат на 6 часах соответственно переводите смотрите часовой пояс токио ставите свой пояс давайте поставим часовой пояс города москва это афины и задвинем заводную головку в москве сейчас четыре часа практически что является правда действительно там четыре часа синхронизация работает через правую кнопку вы зажимаете смотрите были вопросы по модели т2600 вы зажимаете и держите секундная стрелка должна встать на букву r то есть рейди готов соответственно к синхронизации как только поймается волна секундная стрелка дальше передвинется на букву w то есть работа с английского и будет осуществляться прием радиоволны не знаю получится ли у меня поймать здесь синхронизацию иногда ловится у меня дома иногда нет заодно посмотрим как часы с этой задачей справиться очень мне нравится в этих часах в основном дизайн поскольку манты являются часами знаете такими утонченными и упор здесь сделан именно на качество корпуса на красоту корпуса часы очень тонкие если мы примеру сравним эту модель с модельки gps которая сейчас является флагманом линейки океанус то вы сразу заметите размеры том числе размер корпуса толщина конечно сразу видно что модель gps она намного тоньше больше а моделька океанус является бизнес модельки и вот вы видели синхронизация не прошла еще немного поговорим о сравнении двух моделей между собой по сути обе модели являются сейчас флагманами если манта стоит 160 тысяч японских йен тот же песный вариант это 230 тысяч японских йен кстати новая манта стоит 180 тысяч японских йен и разница в 50 тысяч японских йен то есть примерно 25 тысяч рублей она уже не такая значительно между моделями как было раньше по поводу того чем отличается две модели между собой gps на и соответственно с gps и ми радио манта соответственно с радио и все также часы предлагают мировое время на 6 часах дату предлагает вечный календарь день недели и индикацию мирового времени быстрый перевод мирового времени часовых поясов и есть конечно же секундомер в общем то по сути все то же самое кроме того что манта часы без gps вот и все другой разницы особой такой нет толщина разная если модель океанус это примерно 15 миллиметров то манта даже с выпуклым стеклом это 12 миллиметров разница в 3 миллиметра на огромные существенные по красоте циферблата здесь сами смотрите я манту люблю уже давно и мне накажется одним из самых красивых японских часов на рынке по браслету также я считаю с мантой не сравнится сейчас практически никто очень красивый браслет давайте я вот так сделаю и вы посмотрите сами решите что же здесь красивее я считаю что ответ однозначный хотя с другой стороны если вы хотите более серьезный более такой мужской наверное браслет то вам лучше взять модель которая сейчас на вашем экране справа застежки практически одинаковые за исключением того что на gps на модели есть система быстрого удлинения браслета задние крышки в общем-то одинаковые как правило они всегда одинаковые но вот на кашелоте на немножко разное здесь один в один немного больше размером если мы говорим о полировке то она одинаково хороша отличная полировка за рацию насколько вы знаете это ручная полировка в духе японских традиций все выполнено очень качественно и та и другая модель это японский премиум и ваш выбор он должен зависеть от того что вы хотите получить от часов за какие деньги вы хотите купить часы и что вам нужно именно от вашей модели если хотите меньший размер и вам не нужен gps конечно берите манту если хотите самые топовые японские часы и хотите пользоваться gps то берите океанус gps g1200 кстати друзья линейка манта с 3000 она практически уже заканчивается и из трехтысячных остались только вот эти с черным циферблатом были белые были с керамическим безелем все это уже давно снято с производства и не продается у меня в руках модели относительно свежая выполнена она в ноябре 2016 года и по состоянию на лето 2017 года эти часы еще можно найти в продаже можно успеть купить стоит они напомню 160 тысяч японских иен новые модели с 3400 стоит от 180 тысяч японских иен они вышли уже год назад и я как так не присматриваюсь эти хотел взять посмотреть но честно говоря мне не очень нравится модель из 3000 мне как-то больше по душе что кстати об этом думаете пишите в комментариях и хотели бы увидеть обзор модели с 3400 обязательно оставляйте комментарии от этого зависит привезу эту модель или нет на обзор еще раз отмечу что casio oceano s3400 является по моему мнению самыми красивыми часами в линейке casio oceano и при этом функционал не скуден но и не богат то есть здесь и все основное что вам нужно дата день недели вечный комментарий мировое время кому нужен секундомер он здесь тоже есть радиосинхронизация также на месте я считаю что это отлично универсальные часы хороший размер тонкость самих часов и необычный внешний вид в том числе вот этот граненый безель выглядит шикарно а браслета еще раз повторюсь другого такого я нигде ни у кого не видел очень хороший красивый браслет с полированными торцами замечательный и застежка кстати тоже хорошая такая элегантная напоминает застежки на citizen exit друзья на это будем заканчивать всем желаю удачи всем отличного настроения носить хорошие часы всем пока и и Субтитры сделал DimaTorzok